Эскимосско-элиутская семья это общая характеристика, поэтому довольно кратко. Локализация в принципе сейчас весь север от Гренландии, где тоже есть эскимоссы, и до побережья Аляски, и даже имеются на Чукотке представители, и олиутская гряда соответственно. Проблема длительно была родственные ли олиутские и эскимосские, то есть выделяется отдельно олиутский язык, который сильно отличается, и выделяется группа эскимосских языков. Эскимосские языки делятся на две группы, юпик и инуит. Эскимосских языков вообще говоря много, ну тут три у меня описания есть, трех языков в языках мира, и вот они будут, как примеры вот этих разных групп, юпик и инуит. Ну то есть вот так можно это все запомнить, что есть олиутские, есть эскимосские языки, которые делятся на юпик и инуитские. Численность принадлежащих к эскимосам и алютам около 100 тысяч человек, но непонятно в какой степени владеют языком. Как и все прочие языки народов Севера, все это под угрозой исчезновения, все это постепенно они переходят на языки тех стран, в которых живут, то есть на русский и английский. Выделили их сначала в составе вот этой гипотетической группы палеоазиатских языков, потом палеоазиатские, вся гипотеза прекратилась, как я уже рассказывал, то есть сейчас считается, что все эти языки не родственны. В Америке все это относится все равно к языкам индейцев, хотя совсем они разные, все эти языки индейцев. Ну да, вот позднее уже выделили ее как отдельную группу, именно вот родственную между собой. Есть различные теории родства, связывают часто с алтайскими языками, потому что некоторые суффиксы походят, сам принцип аглютинативный имеется. Находят определенное там родство в системе гласных и так далее. То есть по грамматике с алтайскими языками часто сопоставляют эскимоско-аллиутскую. Также с индоевропейскими языками есть соответствие. Нашли 40 или 60 каких-то вот общих корней, по крайней мере, вот каких-то прокорней в аллиутско-эскимоском проязыке, которые походят на индоевропейский проязык. Ну, это недостаточно, да, потому что падежи там совсем другие, структура грамматическая другая. Ну, я думаю, что вот эти все сходства могут объясняться тем, что либо эскимоски относятся к настратической семье, так как и алтайские, и индоевропейские это настратические языки, да, либо это настратика какая-то далеко уже ушедшая туда, в Америку и сильно отделившаяся, либо долго контактировали с настратиками, то есть, допустим, были в Сибири, долго там контактировали с носителями, возможно, иранских, которые там индоевропейские были в Сибири, как всем известно, возможно, вот этих тюркских-алтайских или там монгольских-алтайских, а потом переселились туда на север, и вот какое-то вот осталось у них влияние на стратики. Но поскольку все это было очень давно, сейчас уже не установишь, письменности тогда не было. Родство именно эскимоской и алиутской ветви доказали только, когда начали вводить глоттохронологию, список сводыша, вот эти современные методы математические. В 1951 году считается, что окончательно было доказано родство алиутского языка и эскимоских, потому что все-таки они довольно далекие. По глоттохронологии сейчас считается, что алиутский язык отделился от эскимоского 4000 лет назад, а юпик и инуит, то есть два основных, две ветви эскимоских языков, отделились примерно 1500 лет назад. Но они до сих пор достаточно походят. Там потом, когда будет описание, я буду говорить о том, что в принципе многие явления очень схожи. Это что касается эскимоских. А вот что касается иллиутского и эскимоских, вот только вот такие явления прям я выписал. То есть походят гласные в какой-то степени, меньше, но походят согласные. В частности много у вулярных и в алиутском, и в эскимоском, то есть звуков типа ха, 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 такие вот. Нету приставок в обоих случаях и агглютинативные языки, и алиутский, и эскимоский. Почему с алтайскими и сравнивают? Сам тип походит на алтайский, конечно, но слова там совсем все отличаются. В эскимоских языках развивается в последнее время флективность, да, фузия. Ну, также походят основные все категории имени и глагола. Ну, честно говоря, то, что тут перечислено, это почти во всех языках есть, поэтому тут довольно слабое основание для сравнения. Эскимоские языки общие характеристики имеют, они иргативные, глагол имеет лица. И там очень много, вот то, что обычно в тюркских пишут, что много показателей. Так вот, в эскимоских это доходит до предела, там может быть до 12 показателей, вот примеры, да. То есть вот в начале корень, а потом все вот это различные грамматические показатели. Обычно для тюркских такое длинное пишут. Но вот в эскимоских оно еще длиннее, очень длинные слова, по 12 суффиксов. И вот именно такие длинные слова, они способны много выразить в одном слове. То есть вот, допустим, одно слово означает «говорят, что ты не хотел приехать», «однако», и вот это вот все. Все это одно слово. Но позже я еще все вот эти, расскажу о значении каждого из этих показателей и так далее, когда буду эскимоскую грамматику комментировать. Глаголы зависимого действия имеются. Ну, то есть специальные глаголы, которые обозначают подчиненное, зависимое предложение в составе сложного, в специальную форму ставятся. Но это во многих языках распространено, на Кавказе тоже есть, но вот в эскимоских тоже есть. Ну, вот, допустим, таблица различий между отдельными уже эскимоскими языками Юпика и Инуит. Ну да, вот очевидно, что языки родственные, произошли какие-то закономерные изменения, вот там где-то СА, где-то ЦА, да, где-то есть И в начале слова, где-то АМА выпало и вот так далее. Ну, вот из этой таблички, да, очевидно, что самые простые слова явно походят, то есть сами по себе эскимоские явно родственные. Ну, более конкретно про отличия уже, естественно, позже на материале конкретных языков. Ну, вот, пожалуй, всё.